Антарктида – крупнейшая нетронутая пустыня Земли. Целый континент, укрытый километровым панцирем льда и полностью лишенный постоянных жителей. Под этим ледяным щитом скрыты горные цепи, долины и озера, которые миллионы лет оставались отрезанными от остального мира. Официально Антарктида – территория науки и международного мира, но ее история куда темнее. Она полна объяснимых и необъяснимых эпизодов, странных экспедиций и скрытых военных операций. Особенно часто в этих событиях фигурируют военно-морские силы США, те, кто, кажется, знают о континенте больше других. В конце 1940-х годов, когда мир еще оправлялся после Второй мировой войны, США отправили к берегам Антарктиды одну из крупнейших морских группировок того времени. Экспедиция под названием «Хайджамб» была представлена как научная, однако ее состав – десятки кораблей, тысячи военных, авиация и подлодки – больше напоминал вторжение. Официально флот тренировался в суровых условиях, но сама операция закончилась внезапно. Через несколько недель эскадра покинула Антарктиду в спешке, потеряв людей и технику. Адмирал, руководивший миссией, позже заявил, что миру стоит опасаться атак с полюса. Слов, которые больше никогда не повторял после возвращения на родину. Полный отчет экспедиции был немедленно засекречен. Параллельно всплыли сведения о немецких исследованиях конца 1930-х годов. Тогда нацистская экспедиция обнаружила необычный район с теплыми озерами, аномально свободный ото льда. Эти слухи породили историю о базе 211, объекте, который будто бы существовал где-то глубоко под ледниками. После войны некоторые немецкие подлодки действительно появились у берегов Южной Америки спустя месяцы после капитуляции, не объяснив свой маршрут. С середины 20 века крупные державы неожиданно объединились вокруг идеи полной демилитаризации Антарктиды. В 1959 году страны, находившиеся по разные стороны Холодной войны, подписали договор, который делал целый континент вне политической зоны. Военные базы, ядерные испытания и территориальные притязания были запрещены. Такое странное единодушие мировых лидеров объяснялось лишь тем, что все они уже знали, в Антарктиде есть то, что нельзя трогать. Но даже договор не устранил вопросов. В 1958 году США провели серию секретных высотных ядерных испытаний «Аргас» неподалеку от Антарктиды, якобы для изучения радиационных поясов Земли. Многие считают, что истинной целью был удар по объектам, которые, по неподтвержденным данным, могли скрываться в недоступных районах континента или над ним. Позднее спутниковые миссии открыли новую эпоху исследований. Радарные съемки выявили гигантскую гравитационную аномалию в Восточной Антарктиде, как будто под ледяным щитом скрывается массив величиной с целый город. Ученые называют это следом древнего удара астероида, но структура аномалии слишком правильная, чтобы объяснять ее только космическим происхождением. Не меньше загадок хранит подледное озеро Восток – огромный водоем, изолированный десятки миллионов лет. Когда российским исследователям удалось пробуриться к его верхним слоям, в образцах обнаружили генетические последовательности, которые не совпадали ни с одним известным земным организмом. Последующие официальные отчеты резко смягчили эти заявления, а исследования ограничили под строгим контролем. Государства снова начали закрывать доступ к ключевым зонам континента, вводить ограничения на полеты, объявлять охраной о территории и усложнять логистику. Антарктида постепенно превратилась в территорию, где многое разрешено на бумаге, но мало что действительно можно увидеть. И сегодня глобальное потепление делает секреты Антарктиды не только интересными, но и опасными. Ледяные стены, которые миллионы лет скрывали неизвестное, стремительно тают. Неизвестно, что окажется под ними, когда этот естественный барьер исчезнет. Антарктида была изолирована, возможно, не чтобы защитить науку, а чтобы защитить нас. И чем меньше льда остается, тем больше вопросов встает перед человечеством. Антарктида